В силу того, что, как уже было сказано, такие серьезные связи существовали всегда между Россией и Арменией. И тот факт, что они вдруг прерваны и возникает вот эта на пустом месте, с моей точки зрения, ненависть, междоусобица. Мне показалось, что будет важно, если это будет армянский матч, если это будет история армянского равного родственным летам. Вы знаете, я хочу употребить слова Владимира из моей научной практики. В 2008 году в Ростове на группах, когда была первая российская армянская научно-практическая физиология, называлась «Россия. Обмене. История. Проблемы. Перспективы». Первая в истории всей российской науки. Мы тогда создали лабораторию армян-радиум. И вот на этой конференции психовых, тоже профессиональный ученый, но директор Армянского дома детей и молодежи привела такой пример из своего эксперимента к докторской диссертации. Межнациональные конференции взяли на практике старшую группу детских садов. Давали конфету мальчику или девочке и говорили, она уже была надрезана, разломи и отдай, кому ты хотел отдать. А детские сады, Армарио, это многонациональный город, там десятки представителей разных народов и народностей России. Ну и мы знаем, что в Каринаме там два все-таки города образовывался, по причине того, что туда переселялись активно армянские. Никто, никого, это было не один детский садик, это было несколько детских садов. И всегда, они сказали, статистика была для нас убийственной. Обязательно русский мальчишка давала армянской девчонке, а армянская девчонка – чувака. Второй эксперимент в младших классах школы, первый и второй класс, создавали конфликтную ситуацию. Мальчишки должны подраться. Ну уж там, понятно, присудили с тем, что там не до каких-то осложнений, но никто никого не объетировал. Русские с армянскими мальчишками либо принимали круговую оборону, либо шли вдвоем в атак. Когда было сказано, мы начали подбираться. Ну, это вы там, пожалуйста. Когда она показала репрезентативность вот этих данных, пришлось смириться и согласиться. Конечно, положительные. А не очень положительные. Может быть от зависти, вот так получается. Когда он сказал, что в комитете от зависти возникает, это его рождает. Потому что сейчас многие не любят хорошие конференции, новозачитанные. Может быть из-за этого вот возникло? Я в фильме не посмотрела, поэтому... Ну вот посмотрите картины. И позвольте еще раз сделать комментарий, еще раз к этому вопросу. Я в свое время занимался предметом, которые многие знаете, книгу муниципальных, посвященной проблемам, междунациональным проблемам. Сегодня в России, или последнее время, о чем говорил Владимир, если возникали проблемы между... в российских регионах, в председании армянской диаспоры, я вам даю 100% выражение. Это только среди новых армян и новых русских. Те, кто мало знает историю, и вот вы правильно сказали, мало начинку, мало... то есть культура отношений, она иногда приводила. Сейчас таких факторов, ну, слава богу, практически нет. Все-таки Россия у нас около 200 народов и народностей. Проблемы междунациональные. А это никто из вас не задумывался. Смотрите, 17-21 год, гражданская война. Отец на брата, брат на брата. Дрызг можно было Россию разобрать, если бы поднять тогда межнациональную и межконференциональную карту. Вот как же создатель уберег от этого соблазна? А мы сегодня имеем вирус вот этих инфекций. Причем, к сожалению, эта зараза по миру, как видите, распространяется, на этой основе еще и правится в миру. Я хочу задать вопрос, наверное, который мы хотим приветствовать наших коллег, российских кинематографистов. Но я хочу всем, наверное, задать вопрос один. Сейчас пишут, говорят о новом русском кино. Вот как каждый из вас, работая сегодня в кинематографе, наверное, каждый по-своему понимает вот это русло, новое русское кино. И как оно работает, потому что я этот вопрос задала нашему президенту, Арнекену Хачкину, и сказала, вот много русского кино, а у нас много армянского есть. А он сказал, что новое русское кино фактически поддерживается богатыми людьми, назовем их олигархи, это не секрет. И там, поэтому легче идет процесс. А вот, что в Армении все это значит и так. Ну вот сейчас вы, российский кинемат, приехали. Я хочу, чтобы вы ответили каждый на этот вопрос. Давайте я передам слово создателям фильма «Единые места» Натальи Наркуровой и Алексею Чукову, поскольку их фильм на кинофестивале «Кинотавр» получил премию «Лучший дебют». Вот это самое новое российское. Пусть они расскажут, кем оно поддерживается. Так ли это? Здравствуйте. Да, уж надея не бывает. У нас вот как раз новая русская волна представлена режиссером Алексеем Федоровичем. Вот так я понимаю. А мы дебютанты. Действительно у нас вышел первый наш фильм. И если коротко ответить на ваш вопрос, новое русское кино поддерживается очень серьезно государством в России. И насколько я знаю, частных денег в авторском кинематографе почти нет. И частные деньги в основном только в коммерческом кино. Но его вы, наверное, видите периодически в Армении тоже. Мы с Лёшей сделали все мои дневные места. И это частные деньги. Как я уже сказала, это большая редкость, потому что у нас была часть финансирования, с которой мы пришли к продюсерам Юлии Мишкинени и Бакур Бакурадзе. И они также нашли еще дополнительное частное финансирование. Поэтому наши фильмы целиком сделаны на частные деньги. И его небольшой бюджет в понимании коммерческого кинематографа. Но нам удалось сделать этот фильм, не прибегая к государственным деньгам. Хотя мы надеемся, что в будущем, конечно, государство будет поддерживать и нас совсем-совсем молодой кинематографией. Что я хочу сказать о нашем фильме. У этого фильма, конечно, такое неоднозначное название. И оно имеет... Мы считаем, что это название имеет несколько смыслов. У нас действительно в фильме есть голые люди. Мы рассказываем об психологических проблемах жителей большого города на фоне эротическом. И мы считаем, что такой диалог не может быть с облигнутым зрителям, постсоветских в том числе стран. И в Европе, например, наш фильм не вызвал такого эффекта, как в России, например. Потому что они об этом говорят давно, не стесняясь. Потому что психологические проблемы эротического характера весь тоже серьезная, проблемная. Мы считаем, что настало время об этом поговорить и у нас. Что я могу сказать о новом русском кино? Вот тут прозвучал вопрос по поводу того, почему новых российских режиссеров, почему так мало они в Армении. Я могу задать встречу и вопрос. В советское время, что для нас символизировало в России армянскую культуру? Все знают Армян Кучатурян, Армян Жиграхань. В кино для широких масс это были Сегран Кеосаян, Сагар Шахнадзор. Для киногурманов это были Параджанов и Калиша. Каким фигурам судят об армянской культуре в России сегодня? Гарри Куртирасян, Михаил Куртирасян, кино, режиссер Старый Конгресс. Если вы в Армении хотите, чтобы... Для киногурманов это Мария Саакян и Анна Миликет. Но вот первые три имени, которые я назвал, они самые известные на сегодняшний день. Вы высокоплачные киногурманы. Представители армянской культуры. Если вы в Армении хотите, чтобы в России еще по каким-то фигурам судили о ворота, то нужно, наверное, Армении приложить какие-то разделы к такому. Так, еще один вопрос, который касается продюсеров. Сейчас другая проблема. Дело в том, что государственные предложения в кино в России под опасностью, потому что они не окупаются. Потому что фильмы не переносят коммерческий успех. У вас есть это опасность? Давайте пусть продюсеров обидим этот вопрос. Такая опасность существует всегда, не обязательно сейчас. Понятно, что коммерческое кино, российское в том числе, пытается зарывать какие-то позиции в попытках противостоять американскому Голливуду. Это проблема не только российская, это проблема всего мира. По-моему, успешно пытаются с этим справляться только, может быть, французы, кватируя своих кинематографов. И все. Присутствие американское везде. Поэтому в данной ситуации мы не должны об этом ни сожалеть, ни печалиться. Но свое дело нужно делать на местах. Потому что понятно, что вырастут маленькие макдональдсы и у нас, и у вас, и во всем мире. И наш фильм как раз пытается противостоять глобализации, обозначая эту проблему. Потому что малый народ Мариэл, если можно так называть, прекрасный народ. Его главная задача — сохранить свою культуру и, более того, воспроизводить маленьких морейцев и дальше. И сделать для этого все. То есть создавать условия, улучшать инфраструктуру, я не знаю, побуждать, повышать рождаемость, что в России пытаются делать. Ну, возвращаясь к кино. Например, если мы с Алексеем возьмем историю нашей кинокомпании «29 февраля», которая начала свою работу с фильма «Первые на Луне», затем «Железная дорога», затем фильм «Овсянки», после этого фильм «Небесные жены». Вот набор фильмов, которые мы сделали. Из них «Первые на Луне», «Железная дорога» снимались за государственные деньги, то есть это Министерство культуры Российской Федерации. Фильм «Овсянки» снимался за частные деньги полностью. И фильм «Небесные жены» в Украине в Мали сейчас снимался 50% за государственный счет и 50% за частные инвестиции двух инвесторов. Ну, то есть в данной ситуации понятно, что от дебютантов пути, когда, в общем, ты получаешь поддержку полноценно от государства и привлекаешь дополнительных инвесторов, он не такой быстрый. Для нас это примерно 10 лет. Но в данной ситуации, если у вас есть свой путь, вам не нужно беспокоиться о том, что есть какие-то проблемы дальнейшие с прокатом. Если у вас есть свой путь, который, я считаю, Алексей может на эту тему сказать, то своим путем можно идти, не опасаясь никаких коммерческих, так сказать, потому что государство тебя знает, тебя видит и тебе всегда помогут. Во всяком случае у нас в России, надеюсь, что у вас в Армении происходит то же самое. Спасибо. Да, совершенно верно. То есть это должны быть реальные переговоры. Вот для нас, например, это реальная история, потому что мы ведем переговоры с Первым каналом о создании 8 серий и, соответственно, мы такое письмо подали и сейчас ждем рассмотрения. Если нам поддержат, то вот мы будем делать 8 серий. В общем, мы сам расскажем о людях подробнее. На кинотапе, да, была удостоена. Добрый день. Фильм «Невеста Женого Бога Марии» сделан уже, при премьерах состоялась на ритм-фестивале в ноябре, и вот с тех пор мы ездим при фестивале. В конец приехали к вам. Фильм необычный, он снят на языке, который называется «луговой марийский». Это редкий язык и для России, и для марийцев уже тоже, потому что в марийцев говорят в основном на русском языке. Но вот мы решили заняться возрождением не только культуры марийского, но и языка тоже. И актеры, даже если не знали языка, марийский в том числе, мы их учили языком. То есть у вас на площадке был гиподаватель. Я не знаю, что у вас стоит под фильм. Спросите что-нибудь у меня. Вы были когда-нибудь в Армении, или ваш первый взгляд? Это мой первый визит. Я приехал ночью, и вот я изучаю карты. Я даже еще ничего не видел. Хочу очень посмотреть по максимуму все, кроме кино. И это одна из моих личств была такая, с детства посмотреть Армию. Я вот сейчас, ребята когда говорили, я думал, что же меня связывали, почему мне сюда хотелось ехать. и вспомнил такие условные достаточно связи, но мне кажется, что они очень крепкие. Это, во-первых, с детства любимый актер, Фруизик Мухартычан, до сих пор любимый режиссер Параджанов. У меня была секретарша, которую звали Дустрик. И мой дед, мой родной дед в Первую мировую войну воевал на Турецком фронте. И много есть легенд и историй про то время, которые я с удовольствием вспоминаю, и фотографии. Канун был Евгеньевич. Что? Канун был Евгеньевич. Да. Вот, и я сюда очень хотел... Жалко, что мало времени и у меня тут всего 5 дней, но вот я хочу каждый из дней куда-нибудь поехать посмотреть. Пока не знаю, еще куда изучать. Не знаю. Кагарный Гегард. Себе нарисовали уже, как по вам говорили? Как я спизднула. Ну, как скажем. Рисую, рисую. Планила. Вот, очень радостно приехали. Вы чаще приезжаете. Спасибо большое. Приглашайте. Приедем с удовольствием. Приходите кинозу. Наташа, а вы про свои клубные стады? Не, не у вас. Это... Нос подозрительный? Не, не подозрительный. Понятно. Вы навекнули немножко. Ну, действительно, понятно, откуда он взялся, этот нос. Я устраивала отчиную стадку с разных сторон. Значит, родители не признаются. Да, известна только история о том, как уже мой прадедушка и белогвардеец сдал, получается, мою прабабушку в семью священников, потому что он уже явно на фронт. И вот, с чего там дальше, с чего могло быть. Я хочу предоставить слово Сергею Брагину, директору продюсерского центра кинофест. С продюсерским центром мы в Плату очень коротко и очень оперативно организовали. Пожалуйста, Сергей Брагин. Добрый день. Спасибо, что пришли. Спасибо за то, что проявляете интерес к российскому кино. Очень приятно это видеть. Мы для этого, в общем-то, и работаем. Наша компания проводит очень много подобных мероприятий. Дни российского кино, недели российского кино в Европе, в Южной Африке, в Америке. С фестивалями мы со многими очень работали. В Польше каждый год мы работаем с фестивалями. «Спутник над Польшей». В Америке фестиваль был в Техасе в том году. И даже все не упомнят сейчас. И, в общем-то, мы очень рады, что в этом году Министерство культуры России именно нам поручило впервые провести Дни российского кино в Армении в рамках фестиваля «Золотой абрикос». И, конечно, я очень благодарен организаторам фестиваля за то, что они нам помогали в этом вопросе. Действительно, очень оперативно, потому что все это буквально за 10 дней все делалось. Да, они нам помогли из программы подобрать интересную программу из фильмов каких-то неординарных. В общем-то, огромное вам спасибо. Будем надеяться, что этот первый опыт будет удачным и будет иметь продолжение какое-то. В общем-то, да, хочу поздравить фестиваль с юбилейным, 10-м выходом. Надеемся, в дальнейшем сотрудничество очень спортиво. Спасибо. Может, после картины как важны, мы можем потом сказать? Сегодня в 2 часа будет. Давайте так, я просмотрю, чтобы не отказывались не убегать. Следите за программой, потому что они будут представлять свои фильмы. Где будет ваш фильм? Где? Сегодня Алимникова.